Лили, льем и будем еще больше лить. Простой девиз черных осенизаторов. На снегу фекальная тропинка, как свежее доказательство. Недавно здесь были те, для кого деньги не пахнут. Это фильтрационные поля в индустриальном районе. Земля федеральная. Сейчас она передана аграрному университету. Вот только место облюбовали городские осенизаторы. Хотя поля рассчитаны только на нужды университета. А они явно не сопоставимы с тем объемом отходов, которые сюда сливают. Они говорят, что сейчас весна, вы здесь перекроете, мы вот туда дальше поедем. То есть ваша территория вот здесь заканчивается, мы будем рядышком лить. Вот сюда, в канавы, на поля. Нюхайте. Мы только приехали и осенизаторы долго не заставили себя ждать. Здравствуйте, снимаем, как сюда ездят черные осенизаторы сливаются. Почему черные? А сюда зачем ездите? Машина сломалась, сюда поехали. А так вы здесь не сливаетесь, да? Ближе, нет. Просто сломалась машина. А вы не боитесь, что у вас нос вырастет? Нет. Вы врете. Сейчас водитель напишет в чате к осенизаторов, что на полях облава пройдет пара часов, и они вернутся на место. И вот, пожалуйста, водитель на якобы сломанной машине. Точно этого вам нравится. Ранее мы уже приезжали сюда и тоже попадали на осенизаторов. Платить за официальные точки слива, где отходы проходят очистку, они не хотят. Отметим, что бизнес на фекалиях приносит очень хороший доход. Одно дело, когда не было рядом места официального слива, и надо было везти, вот ближайшее было на космонавтов на полигоне. Понятно, что здесь огромное плечо, огромные затраты транспортные и так далее. Но здесь проезд южный, вот он рядом. Больше всего страдают люди, которые живут вблизи и круглогодично не могут открыть окна. Они уже обращались в различные ведомства. Специалисты приезжали, фотографировали, фиксировали, а толку? У меня прям все три окна из дома выходят сюда. Например, суббота, воскресенье, в доходе до того, что три машины стоят, вот сливаются прямо в поле, они даже сюда, здесь не могут на пятаке, вот на этом развернуться. То есть их количество по семь, по восемь одновременно. Мы купили этот участок в 2010 году, вот 13 лет. И вот когда мы слышим на свои обращения, что да что вам, мы вот не в курсе, вот это все неправда. Теперь людям интересно, куда смотрит Росприроднадзор, природоохранная прокуратура. Недавно стало известно, что на проблемы обратил внимание депутат Госдумы Данил Бессарабов. Быть может, такое внимание растормошит местные ведомства. Мы все-таки должны думать о месте, где мы живем, что мы оставим детям, внукам. Загадить природу легко, попробуй потом ее восстановить. Ирина Корчагина, Александр Антропов, День с толком.